Это проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове. Эксклюзив «Неподдельные эмоции. То, к чему нельзя быть равнодушным». В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко о самом важном. Сгорел на работе. Капец горит, ***. На 42. Автобус сгорел, затлал ***. Огненное утро выдалось у водителя автобуса 84-го маршрута. От гранты остались лишь обломки. Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Амутнинском районе. Обманывать нехорошо. В Налинском районе пьяный водитель, чтобы не лишиться прав, заявил об угоне. А это заведомо ложный донос. Да у меня мужчина, женщина, нахерилизация, уехали. Мужчина как бы немного пострадал, но сказал, что скорую ничего не надо. Дело житейское. Дело житейское, но пострадала девушка. Где она, девушка? Она в скорую ехала. Какие там голова? На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись Гранта и 15-я. Не вписался в поворот. Ну, как бы, Владимир ехал на перекраску этого гастора. Устроил дрифт на улице Лепси водитель легковушки и тут же съехал с дороги. Весьма огненным выдалось утро у водителя автобуса 84-го маршрута на улице Сваровского. На остановке общественного транспорта его пазик загорелся. В салоне в этот момент были пассажиры. Впрочем, шоферы и кондуктор действовали быстро и успели высадить людей. Потушить огонь самостоятельно было невозможно. Детали этого пожара и многочисленные съемки очевидцев в нашем первом материале выпуска. Капец горит, б***ь. 042. Автобус сгорел до тла, б***ь. Вот что значит сгорел на работе. Так потом напишут в социальных сетях жители Кирова. А также еще отметят, что символично горит и дымит прямо в сторону здания администрации. Естественно, не заметить пылающий автобус чиновники не могли. Начальник отдела транспорта пришел на место происшествия. Все выяснил и рассказал, что загорелся пазик еще на перекрестке с улицы Карла Маркса. Водитель почувствовал запах гари. После чего быстро стал снижать скорость и остановился в установке общественного транспорта. И начал незамедлительно проводить эвакуацию пассажиров, которых было на момент возгорания 22 человека. С огнем справились два пожарных расчета. От автобуса остался только металлический каркас. Восстановлению пазик не подлежит. Что стало причиной пожара, пока не ясно. По словам владельца автобуса, с утра все было хорошо. Общественный транспорт 2015 года выпуска пазику всего 6 лет. Прошел технический осмотр и вышел на линию. Сейчас проверку автотранспортного предприятия начали ГИБДД и Ространснадзор. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и соответственно будут наказаны. Также стало известно, что материалы проверок взял на контроль и прокурор области. Михаил Вагин. Место происшествия. Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Амутнинском районе. Там фура лоб в лоб протаранила Гранту. Водитель легкового авто погиб. Детали этого и других дорожных происшествий за выходные в нашем обзоре аварии. ДТП произошло 26 ноября в 15.10 на 752-м километре дороги Кострома-Шарья-Кира в Пермь. Это Амутнинский район. По предварительным данным, 57-летний водитель «Вольво» столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 29-летнего мужчины. В итоге от удара легковушку сильно искорежило. Рулевой ваза погиб. Сейчас по факту этого ДТП следователи проводят проверку. В городе Малмыже аварию устроил пьяный водитель. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем «Калина» не справился с управлением. Машина выехала за пределы дороги и врезалась в опору «Лэб». Водитель «Лады» и его 28-летняя пассажирка травмировались. Медики оказали пострадавшим помощь. Позже виновник прошел освидетельствование. Результат оказался положительным. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. В Яранском районе виновником аварии оказался 17-летний бесправник. По предварительным данным, подросток на 12-й модели ваза съехал с дороги и врезался в дерево. В этой аварии получила травму 15-летняя пассажирка авто. Ей вызвали бригаду скорой помощи. В Белой Холунице произошло еще одно ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, 39-летний водитель «Фиата Добла» наехал на бетонный блок и опрокинулся. 65-летняя пассажирка «Минивена» травмировалась. Ей понадобилась медицинская помощь. В Кирове на улице Щерца столкнулись два встречных автомобиля. По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель «Тойота» повернула налево и врезалась в «Нексию». В этой аварии травмы получили трое. Это пассажирка японского авто и два пассажира «Део». Сергей Пичугин, место происшествия. Обманывать нехорошо, видимо, а забыл эту простую истину водитель Нивы в Налинском районе и за это поплатился. Мужчина попал в пьяное ДТП, но лишиться прав он не хотел. Инспектором собственников тот сказал, что его машину кто-то угнал. Какое наказание может понести водитель за ложный донос, узнаете в рубрике «Сводка». По данным СКР, под следствием оказался 47-летний пьяный водитель Нивы. Он не рассчитал градус спиртного и съехал в кювет. Инспекторы ДПС этому не удивились, но мужчина решил уйти от ответственности. Он сказал, что виновник ДТП не он. Якобы машину кто-то угнал и съехал в кювет. Собственника авто предупредили. За заведомо ложный донос можно понести уголовную ответственность. Но водитель гнул свою линию, что это все-таки был угон. После проверки следователей выяснилось, Ниву никто не угонял, а хозяин авто соврал. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, помимо лишения прав за пьяное вождение, грозит лишение свободы на срок до двух лет. В Вятских полянах полицейские задержали наркоманов с крупной партией марихуаны. Мужчина 1983 года рождения хранил в квартире несколько пакетов конопли. По его словам, летом он сорвал и высушил это растение, чтобы потом употребить все самому. Полицейские изъяли более 210 граммов зелья. Сейчас возбуждено уголовное дело по 228 статье за крупный размер ответственности до 10 лет лишения свободы. В Кирове полиция и волонтеры разыскивают 52-летнего Алексея Дьякова. С 22 ноября этого года о его местонахождении ничего не известно. Информацию о человеке можно сообщить по телефону 8 800 754 52 или 102. Сергей Пичугин, место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Дело житейское, но пострадала девушка. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись Гранта и 15-я. Не вписался в поворот. Устроил дрифт на улице Лепси водитель легковушки и тут же съехал с дороги. Оторвалось от багажника. На улице Пугачева водитель машины с камерой наблюдал за летающей ватрушкой на крыше Нивы. Это проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове. Мы продолжаем эфир. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись с Грантой 15-я модель ВАЗа. Не обошлось без пострадавших. Если пассажиры Гранты отказались от медицинской помощи, то девушка на 15-й сильно ударилась головой о стекло. Ее увезли в больницу. На месте происшествия побывал коллега Павел Москвин. Такие правила, если ДТП с пострадавшими в трубку дуют все участники. По словам водителя 15-й, он с девушкой ехал по улице Карла Маркса и поворачивал налево на Пролетарскую. Гранту он не заметил. А кто виновник ДТП? Пока, ну я предполагаю, что я. Все равно, если зеленый свет, я поворачивал. Он был за машиной. Понял, вы водитель 15-й, да? Да, я все верно. Я его просто не увидел, как на голову машину поворачивали. Я просто не увидел. После удара обе машины получили серьезные повреждения. Гранта сбила дорожный знак. Однако в этой машине официально нет пострадавших. А вот в 15-й пострадала пассажирка. К ней приезжали медики. На гранте, как и на 15-й, осталась паутинка на стекле. Однако водитель лифтбека рассказал, что она образовалась не от удара головой. Кто-то головой ударился у вас, посмотрите. Кто-то ударился посередине-то. Нет, вон. Зеркало стояло. А вы пристегнуты были? Конечно. Все пристегнуты были. Так не пристегнуты были. Водитель 15-й признал вину. Теперь ему ремонтировать авто за свой счет. А рулевой гранты будет дожидаться выплаты компенсации от страховой компании. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Устроил дрифт на улице Лепси. Водитель легковушки и тут же съехал с дороги. Ильхач решил красиво войти в поворот у перекрестка с улицей Шинников. Но не получилось. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор» разберет Михаил Вагин. На улице Лепси гонщик на легковушке не вписался в поворот и вылетел в кювет. По словам владельца регистратора, водитель получил травмы. К счастью, после этого маневра не пострадали пешеходы. На улице Производственной хорошую реакцию и продемонстрировал водитель фуры. Он, конечно, не соблюдал скоростной режим, но смог избежать ДТП с попутной легковушкой Хёнде. Водитель АКИ едва не погиб на загородной трассе. Он просто решил развернуться. В этот момент прямо ехал владелец регистратора. К счастью для всех, аварии не произошло. Впоследствии водитель машины с камерой догнал нарушителя и провел с ним профилактическую беседу. На Октябрьском проспекте едва не столкнулись Шкода и кроссовер Хёнде. Один решил внезапно перестроиться, другой также внезапно повернул направо во двор. Не стал дожидаться зеленого сигнала светофора. Нарушитель на белом полу на улице Милицейской. Он объехал всех по встречной полосе и проскочил перекресток на запрещающий сигнал. На улице Пугачёва водитель машины с камерой наблюдал за летающей ватрушкой на крыше Нивы. В итоге надувные санки долго взлетали, но потом все же оторвались от багажника. Водителю Нивы пришлось остановиться. Водителю Нивы. Водителю Нивы. Михаил Вагин. Место происшествия. Но сейчас уже традиционная рубрика «Без происшествий». Слово коллеге Илье Кошкину. Всем привет. Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». Мы находимся на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской. А как же правильно и безопасно выполнить разворот в этом месте? Вы движетесь по Октябрьскому проспекту. Здесь организовано движение по полосам. И развернуться можно только с крайней левой полосы. Но водители, как мы видим, почему-то игнорируют эти знаки. Двигаясь по средней полосе, повернуть налево и развернуться вам запрещается. Поэтому совершить этот маневр можно из крайнего левого положения. Если вы движетесь по улице Комсомольской в сторону вокзала, данный знак вам разрешает повернуть направо на Октябрьский проспект и пересечь его прямо. После чего для разворота вам необходимо занять крайнее левое положение. И помните, что проехать прямо вам можно как по левой, так и по правой полосе. А вот повернуть направо только из крайнего правого положения. Знака зоны разворота в данном месте нет. Поэтому водители выполняют этот маневр в несколько рядов. И мы узнали у сотрудников ГИБДД, как же закончить маневр и не попасть в ДТП. При повороте налево и развороте необходимо занять крайнюю левую полосу и уступив всем транспортным средствам, приближающимся справа, продолжить движение. Ну что, все довольно-таки просто. Если в данном месте сразу разворачиваются несколько автомобилей, то нужно уступать дорогу тем, кто находится справа от вас. Ну а если вам не хочется ждать, то стоит проехать 30 метров дальше и спокойно развернуться. Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». И на сегодня это все. Отправить ваше видео с комментарием можно через любой из мессенджеров, телефон редакции. Все тот же, он перед вами на экране. Запишите его и помогите улучшить, а также разнообразить наш проект. Короткие ролики смотрите в Инстаграме «Место происшествия», а целый выпуск на YouTube-канале Первого городского. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч!